У нас сегодняшняя сверка и воскресенье второй тур выборов. Мы согласны с тем, что в Приморье состоятся перевыборы, раз там много спорных моментов и злоупотребления с обеих сторон. Но мы бы еще ужесточились законы, это сделаем, что те, кто вышли во второй тур, больше в выборах не участвуют. Все, вы все выборы испоганили, загрязнили, коррупция, подкуп, давление с обеих сторон. И кадровая ошибка, что назначили это товарища исполняющим обязанности. Даже внешний вид его не вызывает симпатии. Но нас больше интересует Хабаровский край, где в воскресенье будут выборы. Здесь мы официально заявляем, что мы участвуем во втором туре и не снижаем свою активность. И ни о каких должностях, ни с кем мы переговоры не ведем. И заявление Шпорт, что он благодарит своих избирателей, но хотел бы, учитывая, что много голосов под нас за фургало, предложить ему пост. Он имеет право так делать. Но Шпорт, мы вам обращаемся из Москвы, вы не наглейте. Скоро вы должны стать губернатором, потом будете делать предложение. Пока весь край вас ненавидит. И никто не хочет, чтобы вы были губернатором Хабаровского края. Может быть, наоборот будет. Фургал победит, и потом мы Шпорту дадим повестку в Следственный комитет Хабаровского края. А не делать какое-то заявление, что он готов предложить пост. И фургал, он имел в виду, что если все-таки вдруг мафия Шпорта проведет в губернаторы, то он готов работать на любом посту, чтобы оправдать доверие своих избирателей. Все. Это в том случае, если все-таки мафия удастся Шпорта протащить на то место, с которым его хотят скинуть все избиратели Хабаровского края. То же самое Владимирская область. Орлова еще год назад, мне говорит, вот хороший парень у вас, Сипягин, давайте его сделаем зампредседателя ЗАГС собрания области от ЛДПР. У нас полно таких зампредседателей. Это совершенно никчемная должность, ни зарплаты, ни кабинета, ничего нет. Теперь в прессу вбрасывает неизвестно кто, скорее всего от нее, что она в случае победы готова второму конкуренту Сипягину предложить пост зампредседателя ЗАГС собрания. Мы этого не говорили, нас это абсолютно не устраивает, и тем более Сипягин. избиратели будут решать 23 сентября во Владимире и в Хабаровске избиратели будут решать судьбу и шпорта, и Орловой. И в обоих случаях избиратели не хотят ни шпорта, ни Орлов. Если победит Сипягин, значит мы будем помогать ему, и будем стараться, чтобы он был лучше, чем Орлова. А Орлова не должна хамить и пытаться делать заявление. Она не сама делает заявление, а запускает в прессу. Чуть ли он готов не участвовать во втором туре и согласен на должность зампредседателя ЗАГС собрания. Должность вообще дается автоматически любой парламентской партии. Поэтому мы это отвергаем. Это лишний раз грязные технологии. И команды Орловой в Владимирской области, и команды шпорта. Народ презирает их. Не хочет. Больше, чем тот, кто у нас в Приморском крае. Тот в первом туре набрал в два раза больше голосов, чем кандидатов коммунистов. В Хабаровском крае фургал больше набрал, чем шпорт. В Владимирской области разница 5%, там 34 и 39. И во втором туре во всем мире при таком раскладе сил побеждает оппозиция. Поэтому мы знаем, что нормальные выборы провести победит Фургал, Хабаровский край. Во Владимире победит Сипягин. И пусть мафия эти грязные технологии не устраивает. Там бандиты, которые недовольны деятельностью Орловой, за деньги там подтягивают чьих-то активистов и пытаются вести от имени ЛДПР какие-то действия. Мы не связаны ни с какими группировками. Поэтому пускай ФСБ Владимирской области следит, кто там ведет провокационную деятельность. Мы участвуем во втором туре и в Владимирской области, и в Хабаровском крае. И уверены, что если честные и чистые выборы, как обещала председатель ЦИК Памфилова, дрожащим голосом пройдут в Хабаровском крае и в Владимирской области, то победит Фургал от ЛДПР и Сипягин от ЛДПР. И Орлова близко никому не нужна. И нужно упаковывать чемоданы и уезжать к себе на Дальний Восток. То же самое Шпорт. Поворовал весь край. Каждый ребенок ненавидит этого человека. У него хватает совести и говорит, что если его окажут доверие, он Фургалу. А ты Шпорт у меня спросил? Я руководитель партии. Мы не продаемся и не сдаемся никогда. И будем идти на победу. В любом регионе нашей страны. На любых выборах. Самая опытная партия. Поэтому подумайте лучше о вашей кадровой политике. Давно нужно было гнать поганые метлы этого Шпорта. Эту Орлову. Этого Зимина в Хакасе. И поставили исполняющим обязанности человек невзрачный, даже внешний. Ему стыдно стало, и он не пойдет на выборы. И президент назначен исполняющим обязанности какого-нибудь такого силовика-боевика, может быть, им удастся вырвать победу в декабре 2018 года. Поэтому мы ведем борьбу. И сегодня в Хабаровский край вылетят несколько депутатов. А несколько депутатов выйдут в Владимирскую область. Пожалуйста. Команды сформируйте. И в пятницу, кажется, мы стоим перед финишной прямой. Поэтому здесь, пускай любую клевету распространяют, мы ее отметаем. Мы идем на победу всегда. Как и на выборах президента. Поэтому логики не вижу. Если страна проголосовала за президента, но отказывает в доверии его губернаторам, тогда это или страна сумасшедших, или президент не получил такое количество голосов, которые нам объявили. Если он получил 76%, то все его старлиники должны получить хотя бы 55%. Во втором туре простым большинством, мы же видим, какая грязь, коммунисты не подарок. Те же грязные технологии, я вчера здесь все сказал. В эфир ушла маленькая бесцветная фраза. Мы тут говорим полчаса, они вытягивают самую такую безобидную, бесцветную. Поэтому здесь мы, как бы, исходим из этого. И последнее. Значит, израильские военные приехали в Москву. Я об этом сказал в передаче Соловьева. Не один командующий ВВС Израиля, а весь генштаб на ковер перед Шойгу стоять на вытяжку. Первую армию Израиля создавали советские генералы и офицеры. Они сегодня провоцируют и сбивают наши самолеты. Благодарность за создание государства. Никогда бы без решения Сталина не было бы никакого Израиля. Никогда. Ни одного метра не получили бы евреи на Ближнем Востоке. Сталин им дал государство, они сбивают наши самолеты. И проводят антирусскую, так сказать, деятельность на всем Ближнем Востоке. С Украиной Порошенко на глазах у всех разорвал договор. Фракция ЛДПР 20 июня представила проект постановления Госдумы обратиться к президенту и прекратить действие договора. Наши, как всегда, зайчики. Подмяли хвостики. Не надо, не надо, не надо. Мы еще раз вносим. И в комитете СНГ лежит. Коммунист Калашников не выпускает повестку дня. Теперь позор перед всем миром. Мы агрессор, и договоры с нами рвут на виду всего человечества. Посмотрите хронику 20 лет назад. 98-й год. Мы ее во вторник при подходе в зале покажем. Десятиминутка. Когда этот Зюганов умоляет ратифицировать договор о дружбе. А я всех предупреждаю. Никакой ратификации договора о дружбе. Тогда бы не ратифицировали бы. Границы не были бы установлены. И вся Южная и Восточная Украина давно бы перешла под юрисдикцию Москвы. И сегодня рвут эти договора заключенные коммунистами. Ельцин, Кучма и вся эта свора коммунистов на Украине и наши остатки большевизма. Вот позор национальной политики коммунистов. Последнее. Советский историк, которого выгнали из Советского Союза. В 1966 году историк Николай Ульянов уже тогда давал определение, что такое националисты. Из всех ненавистников России и русского народа галицийские панукраинцы заслужили в настоящее время пальму первенства. Это 50 лет назад еще. 40 лет. Нет той брани, грязи и клеветы, которую они постеснялись бы бросить по адресу России и русских. Они точно задались целью. Все скверное, что было сказано во все времена о России, ее врагами. Сконцентрировать и возвести в квадрат. Что русские не славяне и не арийцы, а представители монголов финского племени. Среди которого составляют самую отсталую, звероподобную группу. Что они грязны, вшивы, ленивы, трусливы и обладают самыми низменными душевными качествами. Это знает каждый галицийский самостейник с детского возраста. И потому они и будут ударным отрядом неофашизма англосаксов в грядущей мировой войне. Вот мы получили это. Советские коммунисты скрывали правду советских историков. Прошло 40 лет и грязные бандиты стоят на наших границах. Вот это все коммунисты сделали. Большевики сделали. И вчера опять показывали коммунарку, сколько тысяч людей еще лежат в земле и фамилии их неизвестные. Миллионы загубили советские коммунисты. Распустить КПРФ и забыть навсегда это слово коммунизм. А в Приморье должен победить другой кандидат. И в Хабаровском крае Владимире мы тоже надеемся победить тот, за кого проголосует народ. Хабаровского края и Владимирской области. До свидания. А в уголовной ответственности за увольнение будущих пенсионеров как вы будете уходить? Мы проголосуем, но это нанесет ущерб всем будущим пенсионерам. Еще до наступления предпенсионного возраста их легко убрать, уволить, завалить работой. Они сами сбегут. Это будет нервозная обстановка. Женщина там, сколько ей предпенсионный? 55. 54 года будут ее трясти. Уходи. Элементарно. Любой начальник даст такие условия работы. Сбежит. Любой пенсионер в предпенсионном возрасте. Это только удар по будущим пенсионерам. Это идиоты не понимают, что они делают. Только хуже будет. Хороший работник будет работать всегда. Ни один начальник не будет смотреть на возраст. А если он плохой работник, но у него по закону возраст предпенсионный и нельзя уволить, вы этих людей загоняете в могилу. Мы проголосуем, но вам говорим, что вы этот закон отмените ближайшие 2-3 года. И еще раз ЛДПР будет права.